всем привет друзья пока мы с вами отходим от того что нам подняли тариф на электричество пока бизнес готовится к тому что им придется возвращаться на довоенные налоги подкралась так вот незаметно еще одна новость пока что ничего страшного не произошло пока что это просто разговоры но в украине хотят внедрить платные дороги а украина значит готовит проект запуска таких дорог в днепропетровской киевской львовской одесской и полтавской областях стоимость всего проекта составляет шесть с половиной миллиардов долларов заявил глава госагентства восстановления мустафа наем правительство уже внесло законопроект который разрешает эту инициативу воплотить в жизнь и строительстве платных дорог в украине заинтересован евросоюз точнее их компании но для того чтобы было четко и по факту давайте по порядку и так что вообще такое платная дорога для чего она и для кого нужно давайте разберемся ну во первых понятное дело платная дорога это автомобильная дорога за проезд по которой с водителей будет взиматься плата но в целом платные дороги нужны для того чтобы покрывать расходы на строительство нового обновленного свеженького полотна вообще платные дороги появились очень-очень много лет назад еще в древние времена когда путь из путешественников которые следовали на повозке или верхом или пешим образом занималась дополнительная плата в целом же в украине разговоры о платных дорогах начались десятки десятки 10 там 15 лет назад но пока что дальше разговоров не дошло единственное что восемнадцатом году рада приняла закон который разрешил строить платные автодороги на условиях концессии то есть частный инвестор строит дорогу за свой счет а потом получает право на ее владение ну там течение пятидесяти лет до пятидесяти лет и плату за проезд собирают для себя возвращая вложенные деньги мы помним что у нас до войны существовала программа на сейчас существует просто об этом никто не говорит волыка будивны твой так вот понятно что для качественного строительства дорог денег у нас ну не хватает мягко говоря потому что планы были глобальные масштабные но не дорогами едиными нам еще нужно как-то развивать образование медицину и все другие сферы которые важны для каждого из нас вот здесь и возникает потребность платных дорогах потому что настроить их можно или за счет частного инвестора или даже за государственные деньги в надежде потом отбить стоимость проекта над проектом начинал работать у браков который является министром инфраструктуры но раньше в девятнадцатом году именно он возглавлял украфтодор и он обещал построить дороги через три четыре года то есть люди через две-три недели как у нас уже как у классика но через три-четыре года об особенностях строительство платных дорог разговаривали и с журналистами которые непосредственно тщательно изучают все тендеры и в частности тендеры украфтодора и там есть такая особенность что я думаю ни для кого не секрет что обычно в тендерах побеждают там три-четыре топовые компании одна из них автомагистраль юг и вторая компания анур или полное название анур constructions international которые входят национальную ассоциацию дорожников украины и именно эти две компании начинали разрабатывать проект платных дорог именно эти компании выигрывали большинство подрядов на строительство дорог в рамках программы волокобудивництво а есть вопросы к тому какие у нас были скандалы при строительстве дорог и если их вспоминать то ну можно потратить я думаю неделю минимум и постоянно об этом говорить и проговаривать но это такая таблетка для памяти для того чтобы понимать если у нас сейчас во время войны ведут эту вот историю с платными дорогами то кто ими может заниматься какой бэкграунд и вообще чтобы было понимание того что нас может ожидать пару месяцев назад о важности появления в украине платных дорог заговорился владелец новой почты он призвал отдать дороги в частные руки потому что поперечник считает что частные собственники улучшат сервис и помогут побороть коррупцию а также процесс приватизации значительно увеличит доходы бюджета одержать в государственной монопольной собственности такую важную отрасль как строительство дорог это значит лишить ее конкуренции развития инвестиций и инноваций вы же меня наверное хотите спросить а как происходит в европе не во всех странах распространена практика частных дорог например у поляков у наших верных друзей оплатные только три автострады в дании также не взымается плата за проезд дорогами платными являются только два моста и кстати интересный факт при строительстве платных дорог обязательно это платная дорога дублируется бесплатной о чем не упомянул на ем когда похвастался тем что у нас могут появиться такие нововведения в целом ничего ужасного в том что у нас могут появиться могут и нет тоже тоже такое дело могут появиться платные дороги ничего страшного в этом нет потому что эту стратегию используют во многих государствах с высоким уровнем развития это при условии если все делать по правилам если конечно эти дороги не будут строиться опять с такой вот с привлечением глобальных схем с откатами со всем тем что мы так любим и конечно если дороги будут дублироваться бесплатными понятное дело что преимущественно платными дорогами в будущем могут пользоваться именно в большей степени предприниматели перевозчики бизнесмены которые доставляют тот или иной товар в ту или иную точку страны ну и понятное дело что на платные дороги будут запускать и простых смертных которым просто нужно добраться с точки а в точку б хотя опять же говорю дублироваться платные дороги должны бесплатными как это делается во всем мире где существует такая технология вот такая неожиданная для вас и для меня новость нашлась во время войны подписывайтесь на мой канал обязательно ставьте лайк комментируйте делитесь этим видео с друзьями пусть все узнают что нас ждет впереди